всем привет продолжаем путешествовать по Италии сегодня я хочу показать базилику святой Марии над Минерой так она называется находится она в Риме ну вот что они написано в Википедии это один из главных храмов римско-католического доминиканского ордена находится она близ пантеона на месте античного храма посвящение которое было ошибочно отнесено языческой богине Минерой эту базилику принято считать единственным сохранившимся готическим храмом Рима храм является местным погребением многих известных исторических фигур в том числе и знаменитого флорентийского художника эпохи возрождения фра Анжела кстати здесь был кардинал священник с титулом церкви Санта-Мария компа Минерва британский кардинал корми Мёрфи О'Конор 1380 году здесь умерла и была погребена Екатерина Сиенская Екатерина Сиенская член доминиканского ордена итальянской религиозной деятельности писательница позднего средневековья которая оставила много писем и мистические сочинения диалоги о проведении Божьем занималась активной политической и миротворческой деятельностью и способствовала возвращению пап в Рим из Виньонского пленения убедив Григория шестого перенести святой престол обратно в Италию была чрезвычайно скетический образ жизни и имела различные видения из которых особо известны мистические обручения и стигматизация причислена к лику святых католическая церковь является одной из самых почитаемых святых женщин в католицизме и признана одной из четырех женщин учителей церкви кстати здесь именно в этой церкви отрекся от своих заблуждений галилеи итальянский физик оказавший значительное влияние на науку своего времени но могли можно много говорить некоторых вариантов его сожгли на костре но на самом деле галилеи умер в 1642 году на 78 году жизни своей постели папа урбан запретил хранить галилеи в семейном склепе базилики санта короче во флоренции похоронили в арчете без почести кстати ставить памятник папа тоже не позволит здесь отрекся от своих заблуждений в кавычках и граф клеостро известный мистик авантюрист который называл себя различными именами был известен как жозеф бальзамо внутри базилики святой марии над минерой похоронены папа павел 4 урбан 7 клемент 7 лев 10 его сестра лукреция медичи среди художественных сокровищ церкви капелла караффа с росписью филиппино липпи это итальянский живописец эпохи возрождения конечно знаменитая барочная капелла альда брондини и статуя стоящего с крестом христа это работа микеланджело микеланджело закончил работать над этой скульптуры в 1521 году начал в 514 но обнаружил при работе некую черную прожилку мрамори оставил статую незаконченной этой работы была поручена его ученику петро урбана который повредил статую в результате доделала скульптуру федерико фрицы который сумел исправить нанесенную ущерб и закончить скульптуру что интересно что конечно как написано в википедии христос был изображен микеланджело стоя полностью обнаженным половые органы христа не прикрыты дабы показать его полный контроль над сексуальностью триумф воскресшего тела над грехом и смертью но в 17 веке половые органы скульптуры были задрапированы на бедерной повязкой выполнены из позолоченной броны но так написано википедии вот примерно все что я хотел рассказать его базилики святой марии над минерва которая находится в риме конечно сказать что перед храмом стоит мраморный слон на котором в 1667 году бернине водрузил небольшой египетский обелиск все всем пока всем привет вроде все рассказал смотрите кто посмотрит тот посмотрит кто не посмотрит кто-то посмотрит пока пока до свидания а и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok